Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Мороз Алексей, компания Кровмонтаж. В этом видео мы будем освещать два объекта по фальцевой кровли и гибкой черепице КТПЛ. Прежде всего, я хочу коснуться главной темы, а в принципе тех вопросов, которые вы задаете, оставляйте комментарии под нашими видео. Сделать сравнение или обзор фальцевой кровли и гибкой черепицы. Что лучше? Я попытаюсь сравнить практически несравнимое. Есть много поклонников так фальцевой кровли, как и гибкой черепицы. И каждый будет доказывать, что, дескать, этот материал, он самый наилучший. Это совершенно два разных материала, и у каждого есть своя фишка. Фальцевую кровлю и гибкую черепицу нужно монтировать при сложных кровлях, ломаных, которые много изломов, яндовых и так далее. Потому что, например, металлочерепица, либо штучная кровля, она имеет ограничения на угол наклона, где залежи снега много и так далее. Лучше избирать фальцевую кровлю, либо гибкую черепицу. Сегодня тот знаменательный день, когда я принимаю объект у своих сотрудников и сдаю заказчику, клиенту. В прошлом видео я освещал на этом объекте монтаж стропильной системы, принимал ее готовность. Сегодня именно приемка. Я вам покажу готовый объект и по каким критериям я принимаю, на что буду обращать внимание. Я приезжал сюда два раза на приемку и уезжал очень недовольный, заставлял какие-то штрихи, моменты переделывать. Нормальный процесс, идеального никогда не бывает. Привет. Ну что, готов к сдаче? Готов. Пойдем, просто контейнер мы не заказывали. В прошлом видео я показывал стропильную систему. Было намонтировано обрешетки, еще не было фанеры. Стропильную систему мы собирали из доски 50 на 200 с использованием вот таких V-образных подпорок. Все соединения выполнены из усиленного уголка и перфорированных пластин. Шли по проекту, ничего здесь не думали, не изобретали. Кровля довольно-таки сложная. Здесь много хребтов и эндовых. Это холодный чердак. Здесь сделано монолитное перекрытие из бетона. Поэтому мы не делали никаких мембран. В данном случае нет необходимости. Но мы уделили особое внимание вентиляции. Все прямые коньки и хребтовые у нас вентилируются. В карнизной зоне у нас будет приток и выход на коньках. Для того, чтобы влажный воздух удалять с этого помещения в атмосферу. Потому что под нами будет теплый дом, соответственно, какая-то влага будет сюда подниматься. Ну, не в большом количестве, но будет. Она отсюда будет немедленно удаляться. Я уделю минутку, на что обращать внимание при приемке стропильной системы и фанеры под гибкую черепицу. При монтаже плиты USB хочу обратить ваше внимание, что плита имеет 3 квадратных метра. Метр 25 на 2,5. Рекомендую обязательно половинить. Древесина имеет свойство вбирать в себе влагу. И если вот целая плита прикручена или закреплена к обрешетке, ее может немножко покоробить. И при монтаже обязательно давать технологические зазоры. Это избавит вас от риска вознакновения вот этих вот всяких бугров от влажности и так далее. При монтаже обращайте внимание, чтобы плиты USB были прикручены желтыми анодированными саморезами. Потому что черные саморезы, они более хрупкий металл. Пиломатериал сыграет, шляпка моментально откусывается и отлетает. Все продольные стыки должны находиться на обрешетке. Ни одного я не вижу продольного стыка фанеры. Если вы увидели продольный стык плиты USB, это плохо. Обращать нужно внимание на аккуратность подгонки стропил, что нет всяких клинышков. Видно, что мастер четко все подгонял. Все аккуратно, все запилы выполнены. Если у вас много клинышков и колышков вот в местах стыковки, либо какие-то зияющие пустоты, видно, что не точный был обрез или пил угла мастер выбрал. Как раз вот эти все детали формирует мастерство человек. Это и прочность конструкции, и эстетика. На этой кровле мы установили люк-выход на кровлю. Он является собой такое некое освещение и удобно попасть на крышу для какого-то профилактического обслуживания. На что нужно обратить внимание? Первое, что самое сложное в любой кровле? Зона яндовых, зона дымоходов, карнизная зона, зона сопряжения мансардных окон и дымоходов и коньковая зона. Мы в зоне яндовой. Я специально попросил нашего сотрудника, чтобы он сделал две яндовые, но разными способами. Это яндовое выполнено с использованием яндовой пинтери. Ковер расстилается и с двух сторон заходит гибкая черепица Катыпал. Ровно обрезать. С использованием КЛ-36 битумный клей и специальный Катыпаловский. Структура склеена. Это значит, сделано по технологии. Битумный клей здесь присутствует. Подкладочный ковер здесь по всей площади кровли. С использованием яндового ковра пинтери это место становится герметичным. Вот следующая яндовая я попросил ребят сделать способом в подрез. Это тот способ, когда можно не использовать яндовый ковер пинтери. Черепица с одного ската накатывается на другой и аккуратно все обрезается по шнурке. И естественно вся эта линия дополнительно герметизируется битумным клеем КЛ-36. В зоне яндовы это все должно быть проклеено дополнительно. Еще нужно проконтролировать, чтобы от карнизной планки до карнизного гонта гибкой черепицы был отступ. Где-то сантиметр-полтора. Это очень важно. Ни в коем случае не выносить гибкую черепицу за металлическую планочку. Она обязательно снегом сомнется. Ветром эти крайние лепестки будут подымать. На самих скатах нужно обращать внимание, чтобы линия нижнего гонта и верхнего они совпадают. Ни в коем случае не наезжают. Либо наоборот не разъезжаются. Никаких расхождений нет. С недавних пор мы начали выполнять сопряжение дымоходов с фальцевым способом. Для этого дополнительно нужно купить металл специальный для фальцевой кровли и уже мастера имеющие навык жестянщика они все обходят замковым способом. Мы продолжаем обзор фальцевой кровли в деревне Конюшково. За моей спиной, как вы видите, произошли определенные изменения. В прошлом видео я делал обзор монтажа стропильной системы из ферм. Фермы из клееного бруса мы собирали здесь внизу на площадке и монтировали их с помощью автокрана. Ссылка будет в описании. Мы утеплили перекрытие 250 миллиметров базальтовым утеплителем. Подшили фермы вагонкой из лиственницы и прокрасили. Сделали гидроизоляцию кровли, контрабрешетку и шаговую обрешетку и покрыли процентов на 80 уже фальцевой кровли в двойной стоячий замок из матового Пурала. Улыбайтесь, господа, улыбайтесь. Здесь холодная кровля. Проект таков, что балки являются как бы декором, отделки. И поэтому вот это пространство между балками мы монтировали по проекту вагонкой специальной из лиственницы. Эти фермы собираются по определенному проекту. Специальный крепеж, пластины делались на заказ толщиной 3-4 миллиметра с определенным шагом отверстий под крепление. Одна ферма имеет более 500 шурупов и крепится не саморезами, а шурупами. Вот в принципе в таком виде мы должны сдать работу нашему клиенту. Весь смысл фальцевой кровли это в скрытых креплениях. Вот клеймера, в данном случае подвижный клеймер. У нее есть возможность двигаться при линейном расширении. Крепить клеймера любые. Нужно саморезами, желательно анодирование, не черными, либо гвоздями. На краю карнизного свеса устанавливается подвесная водосточная система, устраивается вентиляция кровли и карнизная планка, которая направляет воду в водосточную систему. Вода попадает в водосток и по уклону направляется к водосточной трубе. Где-то сантиметров 12 карнизный свес имеет от кровли до водостока. Здесь мы декорировали такой, изготавливая планочку, подчеркивая кирпич, декорируя вот эти доски, подшивку. Для гибкой черепицы и для фальцевой кровли карнизный свес практически идентичен. Более того, для гибкой черепицы карнизный свес исполняется тоже из металлических планок. Из карнизной планочки, из капельника конденсата и водосток, как правило, металлический или пластиковый. Так что данный узел у обсуждаемых нами материалов практически одинаков. Я считаю, что для гибкой черепицы металлическая карнизная планка исполняется для того, чтобы задать прочность самой кромки. Потому что гибкая черепица это все-таки мягкий материал. Под действием снега она может, так сказать, заваливаться, терять свою форму. И вот этот металлический отбойничек, кромка, карнизная планка, она держит форму гибкой черепицы. Снегоздержание. Я считаю, это неотъемлемый элемент для кровли. Он продлит жизнь вашим водосточным желобам. Также это элементы безопасности для вашей кровли. Они предотвращают сход, резкий сход снежной глыбы вниз. Будь то там у вас постройки машины, либо люди, все-таки они защитят. Для обслуживания можно по ним пройтись, но со страховкой. Оставлен вентиляционный зазор. Здесь будет устанавливаться вентиляционный конек. По 30 сантиметров в обе стороны в этом месте будет происходить вентиляция чердака. Места яндовых, дымоходов и всяких сопряжений, карнизов наиболее проблемные места, которые требуют должного внимания. Поэтому яндовую исполнять на двойной замок лежачий. Более того, еще мы вкладываем внутрь шва бутилко-лаучуковый уплотнитель. Законченный участок кровли. Имеется яндовая и два ската. Смотрите, фальцевая кровля. Ни одного самореза, либо гвоздя нет на плоскости. Если кровля сделана качественно, фальцевая кровля может стоять 50 лет и более. Она полностью герметичная, как консервная банка. В гибкой черепице совсем другой технический принцип. Черепица наслаивается одна на другую. Крепление тоже производится ершоными гвоздями. Они находятся скрыты внутри. Для битумной черепицы требуется больше подготовки. Сплошной настил, подкладочные ковры и много дополнительных материалов. Фальцевую кровлю и гибкую черепицу нужно монтировать при сложных кровлях. За моей спиной соседский дом. Вот там сделана веранда пологая. Кровля там. Вверх мастерства. Вообще три мансардных окна сделана. Как мне говорит наш заказчик, как бы он знает эту ситуацию, протекает зимой. Тем более она еще теплая. Ошибка человека, что он расположил на данной кровле металлочерепицу. Критический угол металлочерепицы градусов 15, а там градусов 5. Зимой он там постоянно кидает оттуда снег, чистит, протекает. И еще мансардные окна вставил. И еще один важный аргумент. Это бесшумность. Гибкая черепица. Она бесшумна. Любители тишины на мансарде, это их выбор. По металлической кровле все-таки барабанит дождь. Гибкая черепица, надо понимать, она изготовлена из битума. А битумная смола, как известно, это нефтепродукт. Два разных дома, две разные кровли. По внешнему виду сравнивать их бессмысленно. Но по качеству надежности одни из самых лучших кровель. А по цене кто лизирует, гибкая или фальц? По цене, это, в принципе, главный вопрос. Все зависит от материала, качества материала, правильно? Есть материал эконом-класса, есть более дороже. Производя монтаж фальцевой кровли, специалисты должны быть узконаправленные. Кровищу-специалисту требуется навык и квалификация. И работа будет стоить намного дороже, чем по гибкой черепице. Если у строительной компании имеется свое оборудование, фальцпрокатный станок, гибочный станок. Материал получается дешевле. Кровельный металл закупается в бухтах, в рулонах. Мастера производят все от и до здесь на объекте. Гибкая черепица, наоборот, львиную часть занимают комплектующие и подготовительные материалы. То бишь фанера, подкладочные ковры, вот карнизные планки, это все покупается и добирается к вашему объекту отдельно. Но монтаж здесь значительно недорог. И квалификация особая кровельщика, она ниже и, соответственно, дешевле. Гибкая черепица, она конкурентна, потому что мастеров, желающих выполнить гибкую черепицу, много. Они не требуют специального профобразования. А по фальцевой кровли дела намного сложнее. Старший этого объекта, Вадим, до этого исполнял кровли, делал плотницкие работы, без жестяного навыка. Он только учился и смотрел. И это его первый объект, где он от начала до конца сделал сопряжение фальцевым способом, на двойной замок. Единственное, когда я приезжал до этого, я, конечно, Вадима заворачивал. Он здесь исполнял на две стороны. И вот этот замочек упирался под конек. Я ему говорю, ну как же вода будет обтекать и под конек течь. Тему как бы не изучил. Естественно, я ему дал рекомендацию сделать слив воды на одну сторону за дымоходом. Вот он исправился, переделал недостатки. Но это приходит с опытом. Конверт он, в общем, делает на наружную сторону. Это неправильно. Как бы надо просто загибать от воды. Но это на протечку не влияет. Там все герметично. Ну такие моменты, на которые он быстро обратит внимание и справится. В целом, Вадим, работа сделана достойно. Для первого раза тем более. С этого объекта, теперь я в нем полностью уверен, дымоходы будут в порядке. Молодец, Вадим. В нашем полку прибыло. Что ты, Вадим, по этому поводу можешь сказать? Кровмонтаж – это реальная школа. И отсюда вывод. Чем больше мастеров в округе, тем появляется конкуренция и от этого снижается цена. Вот и все. Весь секрет. Мы берем на работу людей и сотрудничаем с бригадами, которые именно хотят получить навык, хотят учиться, слушают наши советы и рекомендации. И ребята, которые у нас работают, знают. Да, я сильно придираюсь, но вот именно поэтому мы качественно строим и у нас всегда есть работа. Подводя итог, какая кровля дороже, либо дешевле, фальцевая, либо мягкая, по моему мнению, фальцевая кровля в совокупности перевесит по стоимости качественную гибкую черепицу. Незначительно. Так что же выбрать, фальцевую или гибкую черепицу, в конце концов? Выбор кровельного материала зависит от нескольких аспектов. Тип кровли, сложность кровли, дизайн, общая концепция дома, фасада, если хотите. И я встречал клиентов, которым я советовал фальцевую кровлю. Они, наоборот, считают фальцевую кровлю простоватой, выбирают гибкую черепицу или там другой материал. Есть, наоборот, фанаты фальцевой кровли, видят в ней какую-то классику, совершенство ровных линий и так далее. А давайте как раз и спросим у нашего заказчика, по каким критериям он выбрал фальцевую кровлю. Здравствуйте, Александр. Добрый день. Почему выбрали фальцевую кровлю? Выбрали, потому что по проекту она подходила нам больше, именно по дизайну. А касаемо практических, если качество выбирать, то мне кажется, больше из-за того, что там нет ни единого гвоздя, дырок нет в этой кровли. Ну и честно, нам казалось, что этот металл именно более практический. Долговечный? Да, долговечный. А это у вас стиль лофта, да? Или как? Не лофта, а как-то стиль сарая. Гибкая кровля и фальцевая кровля незаменимы на сложных участках кровли, где сложная архитектура. А что же выбрать? Выбор всегда за вами. Все, сейчас спускаюсь. Подъехал клиент, пойду представлять свою работу. Надеюсь, я объяснил, в чем разница фальцевой кровли и гибкой черепицы. На этом все. С вами был Мороз Алексей, компания Кровмонтаж. Всем пока!